Приветствую вас, Анна. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте, и постараемся как-то ответить на те вызовы, которые прослеживаются. Ну, в первую очередь, с чего хочется начать, наверное, это с того, что вы не задаёте вопрос. То есть, проблематика, проблематика, вами описывается именно вот, что называется, проблематика. Проблема нет? Ой, вопрос, 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 не описывается. Из-за этого, ну, не совсем понятно, чего же вы, собственно, хотите от психологов вообще? Какой помощи вы хотите от психолога? А если, там, к примеру, просто поделиться, выговориться, ну, хорошо, но только проблем ваши это не решит. Вот. Если у вас отсутствует вопрос к специалистам, то есть риск того, что те моменты, проблемы, на которые, допустим, мы вам укажем, да, вы просто не, ну, просто либо не обратите внимание, либо посчитайте, что это вообще не про вас, и просто, значит, ну, отмахнётесь, особенно если вам это будет неудобно, вам это будет неприятно, вам это будет тяжело, вот. Короче говоря, чувствуется некая такая инфантильность в том, что вы мне задаете свой вопрос, простите. Ни в коем случае не хочу вас обижать, не хочу говорить вам что-то неприятное, вот, ну, как бы, соглас, вот, пока. Глобальная проблема, существующая у вас, на мой взгляд, это проблема, проблема потребности быть хорошей, для тех, на кого вы в какой степени привыкли смотреть снизу вверх, быть хорошей, быть примерной, быть образцовой, быть правильной, при этом не прислушиваясь к себе, вот. То есть это у нас постоянный, продолжающийся до сих пор процесс борьбы с собой, со своими чувствами, со своими, страхами, что вы, там, допустим, какая-то не такая, что с вами что-то, что-то не так, например, вот, ну и так далее. Вот эти моменты, конечно, крайне негативно могут сказаться на том, как вы устраиваете отношения. Как это, эм, как это, эм, как это сказывается? Сказывается. Ну, эм, в первую очередь, ну, это сказывается так, что вы обесцениваете, эм, свой выбор. То есть, эм, вы выбрали мужчину, эм, значит, определенного мужчину. Каким бы он ни был, это особо, неважно, какой человек, вот, вы его выбрали и, по факту, сейчас, вы свой выбор, получается, получается, обесцениваете. Вот, ну, позволяю, 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 эм, вашим родителям влиять на решение, которое вы принимаете, вот, вы тем самым обесцениваете свой выбор. Ну, а, значит, обесцениваете себя, я полагаю, что в этом ничего, эм, совсем нового и необычного для вас уже не будет. Соответственно, соответственно, эм, момент, который вам необходим для себя разобрать это, то, какими ценностями вы по итогу руководствуетесь и какие ценности делают вас счастливы. Ценности родителей или ценности все же ваших собственных, потому что по итогу страдать будете вы. если будете действовать как-то, вот, ну, условно говоря, в отрыве, вот, само из себя. Ваша проблема в этой, вот, эм, неуверенности, ваша проблема в этом, в этих, вот, эм, сомнениях в, э, в себе, в, э, определенных страхах, э, вот. В определенных, э, таких, я бы сказал, просворюющих, вот, что, конечно же, эм, достаточно трудно вам воспринимать вне всякого сомнения, вот, вне всякого сомнения, вам это тяжело дается, вот, вне всякого сомнения, вам это, ну, трудно, вам это трудно, трудно, это правда. Вот, ну, как бы, проблема, тем не менее, эм, не решится, эм, если вы будете пушить не себя, да, вот, а если будете пушить, эм, то есть, то есть, жизнь, она ваша, и, только вам, э, решать, как, и, и, ее, то есть, жизнь, просить, вот, ну, я думаю, это, э, в принципе, справедливо, вот. Следующая, конечно, эм, такая вот, ну, определенная неуверенность, неуверенность в, 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 в своих чувствах, эм, у вас, в каком плане, неуверенность, то есть, э, ну, скажем так, не, эм, не осозненность чувств ваших, это, э, проявляется в том, что, не, не очень, ясно, что, э, что вы чувствуете по отношению к, э, своему молодому человеку, да, то есть, вам, вам, э, чего хочется, для него, например, а ощущение такое, что вы, э, рассматриваете его, к, э, контексте, э, партнера, для, ну, ну, вот, для ваших целей. Оно, может быть, и неплохо, что, что вы делаете, но, за это вам нужно отвечать, если вы, партнера, партнера, если вы партнера, выбираете себе, э, с этой позиции, вот, то есть, ну, вот, именно, 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 в позиции, в позиции, такой, что, ну, вот, чтобы, ну, вот, чтобы, партнер, э, для того, что, чтобы, э, ну, реализовывать свои, определенные, э, ну, цели, да, определенные свои, э, желания, там, и так далее, вот, что, тут вы, тут вы, немножечко, как мне думается, э, не по адресу, то есть, вам, на мой взгляд, нужно, э, ну, определиться, чему вы отдаете приоритет, а вы пытаетесь сидеть на двух стульях, это проблема, потому что на двух стульях сидеть, к счастью, или, к сожалению, невозможно, 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 особо, вообще, вот. Так же, вы не даете себе вероятный отсчет, в том числе, а, ну, э, вашим, э, родителям, они ставят вам условия, то есть, грубо говоря, любят, вот, их любят, davon, по небольшим wzgl学ам, как мы на пог tomato. Дуэ, на мой взгляд, эт, ээ, серьёзные, проблемы, глава. Ну, на мой взгляд, это серьезная трудность. Дальше. Идем. Так, включая спармин два года. Смотрите, вы пишете, что включая спармин два года, соответственно, что здесь важно. Здесь важно то, что у меня к вами общая. Вот объективно, что у меня к вами общая. Что вас обитняет, что вас связывает друг с другом? Вот. Это важно. Это важно. Чтобы, как бы, ну, чтобы как можно все-таки, вот, понимать проблематику вашу. Потому что пока что получается ситуация крайне неоднозначна. Именно вот из-за того, что, по-моему, не совсем ясно, что вас объединяет. Вот. Ну и... Объединяет ли вообще, что... То есть, у меня двойная общая, что вот вы... Насколько много, у меня двойная общая, что вы вот сомневаетесь в том, что этот человек, вот, ну, ваш и так далее. Да? Дальше. Значит. Родители против парня, говорят, что он мне не подходит, у него нет образования, хотя он пытается доучиться, и нет нормальной работы. Вот. Ну, главный вопрос, наверное, который здесь хочется задать вам... Да, это... Добрый вопрос. Ам... Вот. Какой? Вот какой? А, значит... Какое дело... Вашим... Родителям... Например... До... С того, кто вам подходит, а кто не... Вот. Вот. Какое им... Дело... А... Именно родителям. Почему вы... Прислушиваете... К родителям? Чем... Чем... Для вас... В... Важно их... Мнение... Если важно. Понимаешь, понимаешь... Ну... Что значит, подходит, не подходит? А... А... Люди так выбирают... А... Себе по вашему... А... Партнеру, да? Что... Чем подходит? А... 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 Есть... Вот. Ну, если, конечно, так... То... это одно дело. Но опять же, за это вам нужно отвечать. Вот. Понимаете, какая штука? А вы такое ощущение, что не отвечает. Дальше, у нас все хорошо, отходить ли, скрываясь, что мы встречаемся. Ну, здесь стыд, здесь стыд, выстыдитесь. Вот. Стыд это непринятие. Себя, их чувств, отрицание, обесценивание их. Вот. И это очень большая проблема, потому что вы себе это засимаете, вы себе это оприцаете. А на купице, вот, и либо будет срыв, либо вы будете падали. Ну, и кроме того, вам это будет, вам это естественным образом не-ми, э-э-м, мешают. Вам это естественным образом, вполне мешают чувствовать себя комфортно. вам это естественным образом мешает чувствовать себя адекватно чувствовать себя, корректно чувствовать себя естественно. Вот вы всегда просто естественно таким образом вести не будете, если стыдитесь Бога. Вот, то есть проблематика здесь такая, собственно вот на чувстве стыда, на чувстве стыда, на закрытии чего-то там далеко не увиделось. Вот, ну я думаю, что и вам самой не очень приятно, то, что в 26 лет вы скрываете свои отношения с человеком. Как будто вы какая-то преступница, хотя на самом деле, ну понятно, что никакая вы не преступница, да, и все совершенно абсолютно нормально. Вот, то есть для вас ныне родители очень важны. И опять же одно дело, если вы разделяете их позицию, их точку зрения, и совсем другое дело, если вы все-таки их позицию и точку зрения не разделяете, если вам их позиция не нравится. Но тут это здесь не просто понять, вам нужно просто прислушаться к себе и увидеть, услышать себя, что именно вам важно. То, что говорят родители, это окей, и тогда пара у него не подходит, и это нормально, нормально. Потому что у вас ценности другие. Или все-таки ваши ценности немножко другие, и тогда пара у него подходит, но родители это скорее всего не примут. Ну, не потому что они там плохие, а просто потому что у вас разные ценности. На самый момент это такой, чтобы худители себя постарались понять, что хотят родители для вас. То есть вот, на что они нацелены родителям? На вас ли они нацелены? Для вас ли родители хотят вот этого? Я имею ввиду того, чтобы пара с парой к нам подходила. Уверены ли вы, что родители хотят вам счастья? Вот, на этот вопрос вам нужно ответить, потому что одно дело. Если они действительно хотят для вас счастья, то тогда вы можете, оперируя этим, потихонечку доносить до них позицию, что для вас счастье оно немножко в другом. И если родители хотят, чтобы вы были счастливы, то им нужно принять вашу позицию. Вот. И если они эту позицию не принимают, то тем самым ставят под сомнение то, что хотят для вас этого самого счастья. Вот. То есть в этот момент тоже нужно разобраться. Дальше. Меня постоянно мучает вопрос, что мне не подходит и что скажут обо мне мои родители. Почему вас это волнует? В детстве отличница и желание быть хорошей, заслушать одобрения, всегда прислушиваюсь к дневным родных. Почему? Ну вот я серьёзно сейчас говорю. Почему? Почему? Вы всегда прислушивайтесь к мнению родных. С чем это вот связано? То, что вы прислушиваете к мнению родных. Почему вы считаете, что мнение родных людей как бы важно? Да. Конечно. Конечно. Прислушиваться мать. Спору нет. Можно и даже и наверное нужно. Но окончательно, решено воспринимается всегда вы и только вы. Ну а по вашим словам получается, что вы отдаёте как бы предпочтение, мнению родителей. А вот это уже всё серьёзно. Серьёзно, что вы отдаёте предпочтению, предпочтение мнению родителей. Понимаете? Не себе. А мне не родителям. Этого. Это гораздо более пока вот серьёзная проблема, на мой взгляд. И соответственно получается, что либо вы в какой-то степени идеализируете своих родителей, а в какой-то степени вы их, ну считаете главными в своей жизни и так далее. И идеализируете их, обесцениваете себя. Да. И это проявление условности, такой вот условности принятия себя. То есть я буду, я могу быть хорошим только если вот я там условно говоря от личницы с комсомолкой и так далее. Вот. Это очень важный момент, это существенно оплачает бомжей, к сожалению. Вот. Ну а это можно скорректировать. Так. Дальше. О себе. Два высших образования и хорошая работа. Ну. Это успех. Вы главу голоса это успех. Парень говорит хочет быть со мной, создавать семью, но только я вот теперь не знаю, как мы будем пожить на его АЗП 10 тысяч, когда я буду в декрете. Ммм. Ну во-первых, парень может работать больше, а во-вторых, почему вы считаете, что вы не сможете работать, когда я буду в декрете? Первое. Второе, опять же, какое вам дело до того, что сказать родителям? Эти мысли не дают нам покой, чем как, из-за чего. На двадцать шесть тоже как бы пора создаваться семью. Кто сказал? Ну, кто сказал, что пора создаваться семью? Ну, это, на мой взгляд, вопрос, кто сказал. Почему? Почему и с чего вы решили, что пора создавать семью? Вот. А если, грубо говоря, вы не создадите ее, вот, ну, сейчас, что будет в таком случае, что будет в этом случае, если вы не создадите семью. То есть, вот, ключевой момент, он, что он исключает, чтобы определить значение для вас, вашей семьи. Это один момент, на который у вас, судя по тому, что я вижу, нет ответа. Опять же, это такой вот социально ориентированный вектор поведения. Вот. Войдем. Само по себе. Плохо уже ничего нет. Вот. Но, тем не менее, это может быть проблемой для вас. Дальше. Так. Я думаю, если с ним расстраиваемся, как-то искать уже никого не хочется, чтобы подходил по социальным статусам. И парни сейчас мало хороших. Аня, ну, совершенно очевидно, что у вас здесь какое-то такое очень материалистическое представление о мужчинах. Вот. И вы нацелены на обесценивание своих чувств. Вот. Опять же, у меня нет какой-то такой четкой позиции, в каком направлении вы хотите двигаться. Вот. Чтобы, ну, выстраивать отношения на каких основаниях. Вот. Это весьма важный момент, на который нужно обратить внимание. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Мне кажется, что вам необходима помощь в эмоциональном сепарировании от родителей. Вот. И выработке в большей степени уверенности в себе и доверия в себе, чтобы все решения, которые в вами принимались, принимались только в вами и только для вас, но не для кого-то еще. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. И удачи! Удачи! Удачи!